Блять, каждый, кто снял про меня ролик, каждый, кто снял про меня ролик и написал, что я бушеный хуйцос, как только я вот сейчас этого ранга апнусь до 7 тысяч, блять, и ни одной пати-катки не будет, вы все будете извиняться, вы все будете извиняться. Уёбки. После однокалиточного поражения на пятёрке Сэфи, головач сгорает и решает врубить перекалибровку. Никитос! Ты здесь? Нет, Никитос? Зови банду, блять, с Мурфаков, блять. Пора лететь, блять, титаны, нахуй, с цифрами. На этом моменте главный герой не соврал и действительно пошёл калиброваться с бустаками. Для того, чтобы полностью пройти калибровку, ему потребовалось отыграть 9 игр. Все. 15, кстати. Мне 9-15. Они были сыграны в фуллпати и в среднем длились порядка 20 минут. Ну и как вы уже поняли, головач прошёл калибровку без единого вуза, что позволило ему перепрыгнуть со второго Дивайна сразу на Иммортала. Здесь, кстати, можно заметить, насколько сильный был разброс рейтинга при калибровке. Головач был вторым Дивайном, у этих трёх челиков Властелина, а у этого вообще пятый Аркон. Тем не менее, стата Накси выглядит весьма впечатляюще. 17-5-14. Ну вот я, ну вот катка, вот катка, вот. Но не дайте себя обмануть, ведь далеко не во всех играх Головач имел такое хорошее КДА. Ну вот я, ну вот катка, вот катка, вот. Сегодня я буду фокусироваться не на том, как Головач прошёл калибровку, а на тех играх, которые он сыграл после её окончания. Игрались они уже на Титане, а это почти на полторы тысячи ПТС больше, чем у него было до этого. Поэтому если Головач не играет на этот рейтинг, мы обязательно это заметим. Если этот ролик соберёт 24 тысячи лайков за 24 часа, то я сниму Несс Играешь про Старого Бога. Ну а пока вы заняты важным телом, я хочу рассказать кое-что интересное. Ну смотри, Старый Бог это не Головач, б***ь, который ничего не сделает. Старый Бог, б***ь, это крепкий парень, б***ь. Он может и в глаз настучать, б***ь, если там что-то не так снимешь. Это я-то ладно, б***ь, парень простой, как бы мне б***ь. Давай, только потеем, ребят, играем на побёд. Там два стрем снайпера. Имейте ввиду, они будут бегать, б***ь, за нами. Поставить Брейсер в Кикбай с первого раза, к сожалению, не получилось. Но зато главный герой сразу заряграл миличников, разменялся рейнджами и отвёл пачку в безопасное место к себе под вышку. Пока Головач фокусируется на Ласт Хите, хочу поделиться крайне важной инфой. Смотрите, чтобы стабилизировать равновесие крипов на линии, игрок на Урсе, так же как главный герой, не стал заводить пачку к себе под вышку. Это вполне дефолтный момент. Однако на месте Головача я бы продолжал реагрить крипов, чтобы тем самым выиграть время, и вражеская пачка умерла быстрее. Таким простым способом он бы сместил равновесие ближе к своей половине, и стоять бы стало намного проще. Но так как он этого не сделал, крипы снова встретились в том же месте. Несмотря на это, Головач не испытывал особых проблем на линии. А на пятой минуте под огромную пачку союзных крипов, он и вовсе принимает решение задавить врагов под вышкой. Ой, как я играю здесь. Ой-ой-ой, 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 браво, ну браво, ну это, это просто искусство. А как я ставлю линию? В Урсу, ой-ой-ой, поебал ему. Ха-ха-ха-ха-ха, титанчики, блядь. Ебашу нахуй титанов бомжей, блядь. Решение напасть на Урсу действительно себя оправдало. Но когда вражеский корр рессался, было очевидно, что они захотят наказать ВК за такую наглость. В этой ситуации Головач мог просто отступить. Сиего, ты знал, что тебе кидает хуесосов, потому что тебя забустили. Да нет, брат, потому что я после Винстрика, я после Винстрика, посмотри, у меня вся страница зелёная, и сейчас начинает кидать вот этих бестолковых дебоёбов, которые просто не могут две кнопки свои нажать, блядь. Ставит купол в ДК, ну это же просто животное сраное, блядь. У него вся страница красная, блядь. Эмоций после убийства Урсы было настолько много, что, видимо, он о ней забыл. Но здесь я ошибся. Да, это ошибка. Отлично. Укрой, не Серёг, я... Бля, май бед. Да, застоялся, надо было съебаться, застоялся, застоялся. Затем в топ стягивается Шейкер, и Головач умирает уже во второй раз. У нас трое. Ну, охуёво. Вообще, это был супер примитивный ганг, который легко доджил. Да почему, почему никто об этом не говорит? Ну, если у тебя герой ушёл с мида, скажи, что он ушёл с мида. Почему никто не говорит ничего? Это же просто, ну... На восьмой минуте оба мидера побежали контролить активку. Сперва Шейкер находит руну усиления, а затем начинает бежать в сторону топ-линии. Главный герой славится своей безупречной внимательностью. Так я стою фаечусь, я не могу смотреть, у меня не два глаза, они в разную сторону смотрят. Я не могу смотреть одним на карту, другим на экран, блядь. Ну, я смотрю, чтобы Урсу долбить. Что-нибудь сложно сказать, человек в миду стоит один на один. Скажи, что у тебя ушёл. Скажи, бой, что у тебя ушёл Шейкер. Забрал активку, пойдёт вверх. Почему ты не говоришь ничего? И заметить то, как иконка вражеского мидера пропала с карты, он, разумеется, не успел. Но проблема даже не в этом. Почему после Глимса, вместо того, чтобы побежать наверх, Головач побежал вниз? Урса имеет низкий запас здоровья, Дизраптор бездарно потратил кинетик с Глимсом, а Шейкер с ПТшкой никак не сможет догнать ВК с Файзами. Просто побеги наверх, и всё будет в порядке. Но нет, лучше я вбегу в пачку, и получу в лицо Эхо Слэм. На десятой минуте появляются они. Красные треугольники. А на этом моменте Шейкер хочет добить Войт Спирита и прыгает прямо под вражеское Т2. Затем Дарквиллоу даёт хорошие кусты, и мы получаем идеальный момент для телепорта. Однако, Головач в это время продолжает бить крипов, даже не подозревая, что сейчас происходит на боте. И вот, когда вражеский Шейкер уже вышел, и шансов убить кого-то было примерно ноль, Головач бросает все свои дела и летит в бот. Я лечу, я лечу, брат, я лечу. Это было самое худшее ТП, которое я когда-либо видел в своей жизни. Мало того, что Головач прилетел с огромным дилеем, так он ещё и врезался в Когу Клака. Спустя несколько минут главному герою подвернулась ещё одна возможность помочь своей команде. И на этот раз телепорт был использован вовремя. Я прилечу. Я лечу, ребят, я лечу, я лечу. Ебашим, ебашим, ебашим. Идеально прилетел. Найс! Титаны, блядь! Какие вы нахуй титаны, уроды, блядь! Бомжи, 5 секунд, станк, 5 секунд, чейзим. После отличной и, самое главное, своевременной перетяжки, Головач заработал несколько киллов и полностью камбэкнулся в игру. Враги не могли ничего противопоставить главной легенде Доты. И на 35-й минуте у них уже падал трон. Головач, конечно, наошибался, но импакт от него всё равно был. Хоть и самый минимальный. А, конечно. Титаны так играют, да? Я предлагаю челлендж. Я предлагаю челлендж. За лето апаю 7200. Без единой игры в пати. То есть ни одной не будет игры в пати. Ни одной. Но должен быть какой-то приз за это. То есть это не так, что тебя просто выиграл, блядь, и все такие, ну, окей, ладно, блядь. Нет, должно быть что-то типа грандиозное, блядь. Эта цель звучит амбициозно, но я сильно сомневаюсь, что у него получится. Поэтому я кое-что придумал. Если Головач сможет апнуть 7000 ммр в соло до конца лета, то я задозначу ему 1 миллион рублей. Ну, а теперь... Ребята, у кого есть тоже 6000 ммр? Не хотите это? Ну, короче, есть один план. Не, на самом деле, я без переливания, без всяких вот этих абузов я в соло могу лапнуть. 7000 это, понимаете, это гриндинг. Это надо гриндить доту, это надо много играть. То есть это даже не про скил. Понимаете, что я, например, сейчас играл катку вот эту с войдом, я бы ее никак в жизни не выиграл. Просто потому, что у нас на кэре, ну, бомж сидит. Вот и все. Но на дистанции я все равно буду апаться, потому что игра тебя сама апает. Эта игра тебя апает самого. Тебе достаточно просто дождаться винстрик, сделать пару двойных ставок, и ты в плюсе. Все, это же читается. Любой нормальный игрок уже читает, как апаться в этой игре. Не надо пытаться обосраться, но выиграть любую игру. Абсолютно любую. Ты не выиграешь. Есть и катки, которые невозможно выиграть. Теперь погнали смотреть next игру. В ней главный герой снова пикнул сигнатурного ВК, а во вражеской команде оказалось сразу несколько стрим-снайперов. Но это не самая главная проблема. В этой игре головачу придется стоять против Троля, который считается одним из лучших контрпиков ВК на линии. Но главного героя таким не напугать, ведь он славится тем, что выигрывает даже самые безысходные матчапы. Конечно же, это была шутка. Сперва голомач... Голомач, блядь. Сперва головач умирает первый раз, но тут хотя бы получилось разменяться и убить Феникса. Зацените, кстати, его ник. А потом происходит вот это. У меня это хуйня. Это вообще нечестный герой. Просто понимаете, насколько он нечестный. Мало того, что он издалека стреляет, так еще у него какие-то там клинки, которые вокруг него крутятся, и ты не можешь его бить. Это вообще просто... Кто создал этого героя? Какой урод просто. Хуйня, чел. Это полная хуйня, а что ты сейчас делаешь, блядь? Мы на этой линии не можем ее выиграть. Мы ее не можем выиграть, чел. Зачем ты идешь в них драться, блядь? Просто объясни, пожалуйста, долбоеб. Вот что должен был сделать игрок на венге в этой ситуации. Он не форсил никакой файт, а просто харасил Феникса. Головач сам на него напал, и по итогу был за это наказан. Стан оставлять. Вот у него при любом была мана, он просто не нажал, смотри. Кажи. Головач сам на него напал, и по итогу был за это наказан. А еще после респауна телепорт главного героя был в кулдауне, и его наполненные слезами глаза наблюдали за тем, как две пачки крипов умирают у него под вышкой. На шестой минуте происходит вполне дефолтная ситуация, и оба мидера бегут контролить активку. Она появляется в боте, куда только что побежал вражеский Варден. После этого он секунд десять нигде не показывался, Опять, опять у меня мой челик долбит лес, вражеский кор бегает, собирает активки, уничтожает линии. Ну боже, как это все надоело. Это же значит, что прямо сейчас он скорее всего направляется в бот. Как думаете, прочитает ли голова очередной предсказуемый гэнг? Боже, просто, понимаешь, насколько это скрытопульная игра, насколько в нее неинтересно играть, это просто вот реально, в нее не надо даже учиться играть, просто сиди и кликай запуск игры. Все, игра сделает все за тебя, она тебе даст тиммейтов, она тебе даст плохих тиммейтов, ничего от тебя не решается в этой игре, просто ничего. Поздно сказал, другалек. А зачем вообще это говорить, если все было отчетливо видно на миникарте? Просто надо быть более внимательным и хотя бы иногда туда смотреть. Видишь, что иконка врага пропала? Отойди к себе под вышку, дождись, пока герой снова появится на вижене и продолжай снять. Да, все так делают с этим. Вот это, это знаешь, классическая вот эта херня, типа, если пропала иконка, отойди на базу. Это знаешь, как будет выглядеть? Это будет выглядеть, что ты вообще ничего не нафармишь. То есть дота, она построена на том, что ты не можешь вот, есть какие-то правила, но ты не можешь их постоянно соблюдать. Если ты будешь постоянно отходить, когда пропадает вражеская иконка, а может он лес фармит? И что? Он выйдет огромный с мида, а ты выйдешь обостренный, потому что ты постоянно отходил от пачек. Это так не работает. Посмотрите, в доте даже профессионально так не делают. ...своими делами. За это время ты пропустишь несколько крипов, но зато останешься жив и... Нет, я понимаю, под активку отойти, окей, это выглядит разумно, но если ты не видишь вражеского героя и постоянно отходить, это бред полный. Ты просто ничего не нафармишь. Ты будешь постоянно отходить, блядь, потому что он будет пропадать, а вдруг он ходит, я не знаю, там, блядь, стакать себе, блядь, или что-нибудь еще делать. То есть под активку, окей, но так постоянно отходить, это бред полный. Никого не нафидишь. Выиграть лайн в этой игре, к сожалению, не получилось. На 10-й минуте у головача снова были красные треугольники. Он бегал 5-м уровнем, выиграть лайн у тролля. Да, прикольно. Я посмотрел, как ты выиграешь лайн у тролля. Ну, на каком-нибудь райскинге. Удачи тебе. Это нереально выиграть. 2500 золота. Тем временем тролль вышел с линии огромным и занимал первую строчку по общей ценности. Самое забавное здесь то, что две другие линии были выиграны. Стоять против тролля действительно сложно, но не настолько, чтобы он имел в два раза больше денег, чем в ВК. Голова чапнул 6-й уровень лишь на 12-й минуте. А момент, который произошел еще спустя 4 минуты, будет сниться мне в ночных кошмарах. Меня идут... Ловить в такой игре было нечего, и команда Головача ее очевидно проиграла. Но в этот раз он взял всю ответственность на себя и признал, что допустил много критических ошибок, которые привели его команду к поражению. Конечно, я роблю. Во всем оказался виноват Разор. Ну вот, блядь, сука, если сейчас я открываю, то хуйня, блядь, с купленного аккаунта сидит или бущенная, блядь, просто... Сейчас на Reddit пойдут стучать, блядь. В next игре у Головача закончились жетоны, и поэтому ему пришлось играть на саппорте. По итогу он ее выиграл, но разбирать ее мы, конечно же, не будем. Вместо этого давайте посм... АААААА,А почему... Нет,а почему,давай посмотрим,нёс я её выигровал,но интересно посмотреть Аааа,мы разыграем только... Мы рассматриваем только катки которые были проиграны,понятно Смотрим к каком проявить себя на Кири Джаггере Всё таки у него главная сигнатурка,на котором у него примерно 40 тысяч игр Начало явно не задалось,головач разок свиделс,знатно триггировался со своего сапа И отлично прожимал крутилку после такого веник слегка расстроился и высказал свои обиды в чат потом голова чумер еще раз еще раз ай-яй-яй и еще раз но я я не вижу я не вижу здесь шансов выиграть эту игру не вижу блять просто не вижу ни одного шанса не вижу в эту игру в 10 минуте главный герой мелстату 04 а слева сверху как обычно мелькали красные треугольники ситуация понотворца выглядела весьма плачевно у баланара 4 300 золота а у джаггера всего 2600 не в два раза конечно но все равно хреново серёга был настолько бедным что даже четверка вич доктор имел больше денег чем он тем не менее джаггер не зря является а счет 6 16 никого не смущает да то есть ну типа в 1 окей у меня 4 смерти ну счет 6 16 ну типа как ты хочешь выиграть доту когда ты выходишь с линии обоссаны но при этом у тебя еще две линии обоссаны 616 счет тали его главной сигнатуркой и следующий момент вас в этом убедит я я вангую ребят он просто знаете что сделает когда ну ролик набрал там 24000 лайков он просто возьмет разберет катку старого бога где он на пятой минуте стоит афк смотри тикток он просто эту катку разберет и все скажет вот смотри ну типа вы же понимаете что есть катки которые нельзя выиграть нельзя ну никак нельзя ты пожрал дерьма на линии вышел 04 но у тебя вся команда пожрала дерьма с кем ты будешь играть у тебя нереально плохой старт тебе наша твоя команда сейчас пошла убивать всех что-то делать пока ты фармишь а у тебя просто 4 бездаря которые также проиграли линию так такие же катки есть даже на турнирах на турнирах на 20 пишут ггн на 20 профессиональные команды потому что ну пожрали дерьма и понимаешь что уже это не выиграть все вот то же самое здесь произошло но вечно какая-то сын шлюхи фармит просто вы не можете стакнуться подраться блять почему ты нахуй бежишь пешком блять сперва голова чу не хватило маны на ум не слышь поэтому пришлось дожидаться отката стиков потом он их нажал захотел утонуть влеча но попал под сайленс балонара а в самом конце по идее можно было утонуть свитч доктора или вообще отступить но голова чешил прожать крутилку и просто сдохнуть гениально как думаете на какой минуте у него появится бф ответ это это смысл не тащи эту катку разбирать 12 27 что здесь разбирать 19 на самом деле учитывая стату 05 это не такой уж и плохой тайминг спустя минуту голова че убивать шестой раз это нападение было весьма подозрительным дело в том что враги прожали смок и сразу же мунулись то место где фармил джаггер при этом у них не было там никакого вижена но не все равно побежали прямо в то место где прямо сейчас фармит головач а еще примученный визаж сразу после убийства джаггера прожил паузу что подтверждает мою теорию о стрим снайпинге я могу понять людей которые попадаются со своим кумиром в одной игре и продолжают играть с нее честным путем так скажем не подглядывая каким честным каким честным тут люди за 20 ммр говно сожрут блин какой честным ты чё но когда ты по кд чекаешь стрим знаешь где находится герой и целенаправленно его убиваешь это конечно грязно и я такое осуждаю но знаете что даже такой ганг можно было задоджить ведь когда враги прожимали смока планар стоял в миде и бил крипов просто представьте сколько смертей мог избежать головач если бы научился нормально мониторить карту после такого некрасивого нападения главный герой был очень злой и собирался отомстить чего бы ему этого не стоило моё на это был весьма неплохой килл который немножечко поднял мотивацию правда после этого головача убили и это снова был визаж который прибежал сюда в идеальный тайминг не имея никакого вижена но увидим эти там без цифр идеально читает игру нему разбирать подробно каждую смерть я не буду но поверьте мне не смотря на казалось бы безысходную ситуацию после этого момента головача появились реальные шансы засолить эту катку что про тебя не говори и как бы ты не играл момент я счастливее из-за тебя ты коров а какая-то верю наху вообще блять сделав потрясающий ультракил главный герой заработал кучу денег и приобрел несколько сильных предметов такие как бабочка и аганим теперь необходимо дождаться врагов на базе хорошенько к этому подготовиться и самое главное не обосраться обидно конечно что вас вайте головач сделал ровным счетом ничего но не обидно про что мне сделать когда там преимущество 100 тысяч золота что я там должен сделать у меня команда упала за два удара я даже ничего не успел нажать с таким веником вы не подумайте я никого не дефаю просто чел был нереально токсичным жаловался на то что попался с головачом в одной тиме ставил паузу когда серёга умирал но при всем при этом отыграл как тотальный мусор со статой 313 и это если что не саппорт веник а мидер какие можно сделать выводы из этих игр а это еще это еще медовый веник 313 то есть я ну как бы забейте это даже я не играл просто я вка стоял 313 мидер веник она головач показывать скорее всего он просто на жетонах ему выпал мид и он такой ну что я могу сделать я умею играть на веники значит возьму мид ему дали в рот просто и все игру проиграл да весьма неплохо правда он крайне нестабильный игрок который как спичка сгорает с любых мелочей также он ведется на различные провокации тратит кучу времени на бесполезные разговоры с командой из-за этого пускает множество важных вещей даже последнюю игру на джаггере он мог засолить надо было просто продолжать фокусироваться на игре вместо того чтобы обвинять команду в том что вы ее проигрываете я надеюсь следующий раз головач посмотрит на миникарту и избежит потанцевальный ганг ну а пока найс играешь а